Привет! Тесто для этих пирожков просто прекрасно, но оно для тех, у кого есть стационарный миксер. Руками его замесить очень сложно, а в миксере вообще не стоит труда. Давайте сделаем. Берем теплое молоко, туда же отправляем дрожжи, можно сухие, можно прессованные, сахар. Все это размешиваем до растворения сахара, добавляем яйца комнатной температуры и всыпаем соль. Не бойтесь сыпать соль туда, где дрожжи, в данном случае они только помогают. Тесто получается немножко дольше, оно бродит, но по вкусу это улучшает его. Всыпаю сразу всю муку и готово. Насадка лопатка, весло, замешиваем минуты 2-3 на средней скорости. И теперь начинаем добавлять частями мягкое сливочное масло. 3-4 захода. Добавили. И после того, как масло все закончилось, все добавили, вымешиваем не менее 5-7 минут. Вот на средней скорости, вымешиваем, вымешиваем, чтобы прямо тесто по стенкам, по стенкам вот так вот размазывается. Оно очень мягкое. Оно руками его замесить практически нереально. Вот оно снимается. Видите, я лопаткой силиконовой снимаю с насадки. Со стенок в серединку все это снимаем. И чашу закрываем полотенцем, крышкой, пленкой затягиваем. Я закрываю шапочка такая для купания. Я ее приспособила для хлеба, для теста. Очень удобно. На резиночках. Тесто должно расстаиваться не менее полутора часов. В теплом месте. Оно поднимается медленно. Медленнее, чем обычное. У меня расстаивалось час сорок. Теперь немного муки на стол. Выкладываем тесто. Сейчас оно уже менее липкое после того, как оно поднялось. И чуть-чуть его домешиваем на столе руками в муке. Муки немного. Чайная столовая ложка. Видите, оно практически уже не липнет. Но остается очень мягким. Если его на руку положить, оно с руки падает. Можно разделить его на кусочки. Раскатать каждый кусочек. Можно в пласт. Когда его раскатываешь, оно пузырится. Смотрите, и пищит под скалкой. Оно такое воздушное. И вот так разделить его на стаканом, выемкой любой. На кружочки. Толщина 5-7 мм. У меня будет начинка тушеная капуста. Накладываем в серединку начинку каждого кружка. И защипываем пирожки любым, как вы привыкли, защипывать любым способом. Я просто простейший, элементарнейший. Вот так. Краешки. Как следует, чтобы начинка не вылезла при выпечке. Защипала, перевернула. Чуть-чуть рукой прижать, форму придать. Все. Противень застилаем бумагой для выпечки или ковриком. Раскладываем пирожки. Укрываем их полотенцем. И оставляем где-то на полчасика, чтобы они в тепле расстоялись. Они должны постоять обязательно перед выпечкой. Из остатков теста я сделаю пирожки с яблоками. Яблоки просто нарезала кубиками. И не очищала от кожуры. Серединку только удалила. Туда ложку сахара, чуть-чуть корицы. И сделала другой формы пирожки, чтобы они отличались от тех, которые с капустой. Трубочки такие. Чтобы не перепутать. Все. Вот такие. Пирожки расстоялись. Смотрите, какие они. Пухленькие стали. Теперь я их сверху смажу смесью желтка и воды. Можно просто молоком теплым смазать. А можно ничем не смазать. Это на цвет только влияет. И ставим их выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Режим вверх-вниз. Выпекаются они где-то 20-25 минут. Нужно смотреть, чтобы они зарумянились, стали красивыми такие, золотистыми. Ну и пропеклись, конечно. Готовые горячие пирожки я смазываю растопленным сливочным маслом. От этого они станут еще вкуснее, мягче и блестяще. Вот такие. Смотрите, немножко они остыли, еще теплые. Вот такие получаются пухленькие, мягкие и очень вкусные. Тесто совершенно беспроблемное. Главное иметь стационарный миксер. Смотрите, какие пирожки. Вот. Пористое, легкое тесто. Воздушное. С любой начинкой. Можно пироги делать. Не только пирожки, большие на весь противень. Вот с яблоками такие. Вот для сладкоежек. Вот. Тесто прекрасное, на мой взгляд. Все. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите еще и делайте. Продолжение следует.